народ всем привет и вот мы продолжаем строительство нашей перестройки к дому на даче в предыдущем видео я рассказывал как мы делали перемычки над дверными проемами и оконными проемами а в этом видео мы поговорим с вами про армопояс армопояс у нас идет десятым рядом то есть фактически это будет высота два с половиной метра дальше на этой высоте мы уже будем начинать балки перекрытия и делать потолок самым армопояс мы будем делать под точно такой же технологии как мы делали наши перемычки изначально мы будем запиливать p-образные блоки дальнейшем укладывать в них арматуру и заливать все это дело бетоном выкладывать армопояс будем полностью по всему контуру нашей перестройки как по кругу так зацепим и стенки санузла чтобы связать полностью все помещение в единый армированный монолитный пояс и вот пошла работа для того чтобы сделать армопояс нам понадобилось 34 п-образных блока пилили целых два дня долго и упорно как мы делали у образные блоки я уже рассказывал в предыдущем визу для этого мы берем блок размещаем его с двух сторон не оставляю по 5 сантиметров снизу 7 после берем пилу пилили вдвоем женой здоровой двуручной пилой который пилит бревна не гораздо быстрее пилить чем обычной делаем сразу несколько заготовок делаем по два пропила в каждой и в дальнейшем шуруповертом будем делать в них отверстие берем шуруповерт надеваем на него длинное сверло по бетону и сделаем по нижней части много много отверстий на всю длину блок погодка тем самым становится лучше после кияночкой выбиваем центра и тем самым мы получаем наши желаемые у-образные лотковые блоки кияночка у меня на 900 грамм и очень удобно работать для удобства блоки сразу переносится поближе к тому месту где они будут раскладываться чтобы потом их за 3 9 имеет тоже не таскать туда-сюда и отсюда вам буду становиться на поддон и закидывать все это дело наверх и вот пошла кладка образные блоки весят уже гораздо легче чем обычно поэтому таскать наверх их одно удовольствие закидываем и наклеив все это дело сажаем а внутри она выглядит вот так получается сплошной лоточек на всю длину а по углам на стыке я делаю отдельно дополнительную стеночку на один блок а с другой стороны уже после того как их уложил наоборот вырезаем маленький кусочек прямо на месте после склейки и тем самым получается что угол полностью идет связанный вместе со всем остальным поясом таких углов у меня получилось 7 штук и как видите полностью все уложено дальше мы будем заливаться в армопояс нам обязательно потребуется арматура в данном случае я использую десятку хотя изначально хотел купить восьмерку но ее не было в наличии немножко поторговавшись я купил десятку почти по цене восьмерки также будем использовать 3 миллиметровую вязальную проволоку при помощи нашего шаблончик и начинаем вязать каркасы каркасы я вижу на всю длину пристройки то есть у меня будет два каркаса по 4 2 метра чуть меньше там по 4 с учетом стен и два каркаса будут почти по 6 метров не использую шестиметровую арматуру поэтому будет меньше перепилов меньше вязок вот и 6 метровый каркасе после того как каркасики готовы закидываем их наверх в наши получившиеся лоточки и перевязываем между собой для этого я делал уголки с нахлёстом по примерно 20 сантиметров на каждую сторону и уже непосредственно по углам все это дело перевязывал тем самым у нас полностью получается внутри лоточков завязанный металлокаркас по всему периметру абсолютно в армопоясе конечно же нужно предусмотреть шпильки мы непосредственно будем крепиться мауэрлатом в дальнейшем к армопоясу шпильки мы делаем 14 миллиметровые просто беру метровую шпильку я же ее на три части по 33 сантиметра накидываю две гайки и увеличенную шайбу шпильки мы будем таким вот образом ставить по центру пешки я буду ставить шпильку и в дальнейшем заливать ее бетоном тем самым она не вырвется из армопояса на шпильку в дальнейшем будем уже крепить крышу а именно мауэрлат стартовую доску начинаем мешать бетон делаю все то же самое как и в прошлый раз это 1 к 4 цемент с песком подвожу на тачке все это дело к дому дальше ведра и ведрами начинаю затаскивать наверх понемногу и заливать и аккуратненько разглаживать кияночкой на улице стоит жаркая погода и вода очень быстро из цемента из бетона уходит непосредственно в газоблок поэтому чтобы этого не происходило я изначально полностью промачиваю весь лоточек причем промачиваю обильно чтобы газоблок уже напитал воды иначе наша бетонная смесь будет достаточно быстро сохнуть и лопаться чего не хотелось бы ну вот спустя еще два вечера работы наш армопояс готов установлены шпильки по трем стенам все разглажено все аккуратненько сделано и ждем пока все это дело высохнет в дальнейшем уже крышу буду перепить но вот эти шпильки маурлад делать на к нему уже крепить балки перекрытия ну и все остальное думали как делать крышу хотел изначально сделать односкатную крышу но в дальнейшем после того как уже видны и реальные размеры данного данной перестройки было решено продолжить крышу дома и сделать крышу двухскатный поэтому будем делать ее уже с двумя скатами и обслужить ее будет легче если где-то что-то потечет через чердак всегда можно залезть и поправить с односкатной крышей придется разбирать потолок либо наоборот ковыряться сверху ну а вот что получается на данный момент пока два с половиной месяца работы мы пришли к крыше кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описании а мы продолжаем всем пока